Капитальный ремонт жилфонда в Новополоцке ежегодно начинается с наступлением благоприятной погоды и продолжается до глубокой осени. В последние годы к этому вопросу подходят комплексно. Ремонтируют сразу несколько домов, находящихся рядом. Ежедневно с начала апреля около полсотни специалистов строительной отрасли города проводят капремонт домов 1 и 3 по улице Калинина. Заложено на Калинина 3. Получается замена кровельного ковра полностью на всем доме, окраска фасада главного и второстепенного, замена заполнения межпанельных швов, замена оконных проемов на новые, заменяется питание, доводятся новые провода к счетчикам и ВРУ. Также меняется сантехника полностью по этажам до счетчиков. И меняется отопление и сама сантехника, точнее трубы по подвалу. Третий дом по улице Калинина начали ремонтировать в апреле. Планируется, что все работы здесь завершат максимум к октябрю. А вот в соседнем первом доме капитально шуметь начали буквально месяц назад. Через такой же промежуток времени завершат. Строители стараются доставить как можно меньше хлопот жителям шумом и мусором и вместе с тем максимально качественно выполнить все работы. Так чистенько, хорошо. Вот я ходила к соседке, смотрела. Чистенько, хорошо. Но насколько это будет эффективно, то есть это прочно, наверное, да. А так, в общем-то, хорошо. Ну и ребята хорошо стараются. Трудности есть. Ремонт – это всегда, как говорят, второй пожар. Но, тем не менее, все-таки это благое дело. Давно ждали трубы, у нас стекли, было все старое. Ну, подношено 40 с лишним лет, поэтому это нужно было уже делать. Стоит отметить, капитальный ремонт дома проводится не по истечении определенного срока с момента постройки, а по текущему состоянию конструктивных элементов, то есть стен, перекрытий, системы топления, водоснабжения и отведения. Причем с планами, когда будет производиться капитальный или текущий ремонт того или иного дома, можно на сайте Новополского горосполкома и местной управляющей компании. Задача для специалистов до конца этого года – завершить капремонт в 11 домах города. По году все ожидается по выполнению, даже перевыполнению. Надеемся, там будет больше. Поэтому, ну и работаем над 2025 годом. Документация сегодня, в принципе, есть. Надо будет 13 домов делать. Дома серьезные. По состоянию на сегодня, за 6 месяцев будем говорить, задание, которое, ну оно устанавливается и по квартальному, собственно говоря, да, полугодовое выполнено, 24 тысячи. Деньги, финансовые назначения освоены. Согласно директиве президента Беларуси номер 7 до 2025 года, местным исполнительным комитетам необходимо достичь доли капитально ремонтируемого жилья в размере 3%. В Новополоцке эта доля будет обеспечена в полной мере. Елизавета Борбат и Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».